Здравствуйте! В прямом эфире телерадиокомпании «Мир Белогорье» программа «Знающие люди». Единственный проект на региональном ТВ, в котором именно вы решаете, какой будет тема будущего эфира и какие вопросы будут заданы гостю в нашей студии. Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 58 44 10. Мы ждем ваших звонков. А говорить мы сегодня будем о наболевшем жителей многоквартирных домов, о том, как найти общий язык с управляющей компанией и как, если этого сделать не удается, искать правду, где ее найти. В нашей студии сегодня начальник управления ЖКХ Белгородской области Олеся Булгакова. Здравствуйте, Олеся Григорьевна. Здравствуйте. Рады вас видеть, тем более, мы знаем, что только с выездного заседания правительства в Еделинском районе. Спасибо вам вдвойне. Предполагаем, что эфир сегодня будет непростой, потому что вопросы сложные, действительно проблемные. И, как всегда, в начале эфира предлагаю вам посмотреть сюжет, подготовленный по материалам портала «Мир Белогорье». Мы пытались узнать у наших респондентов, насколько довольны они работой своей управляющей компанией. Давайте вместе с телевидением посмотрим этот сюжет. Противостояние жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний сегодня привычное дело. Если кровля протекает, лифт не работает, а двор завален мусором, неизбежно возникает вопрос. Куда уходят деньги, которые мы платим? Но, видимо, не все знают, где и в какой форме нужно задать этот вопрос. Поэтому ситуация не меняется. Это подтвердило опрос на портале «Мир Белогорье». Мы предложили посетителям сайта поставить оценку своим управляющим компаниям. И самое редкое, что неудивительно, стало пятерка. Двойки и единицы категорично выставили 13-14% опрашиваемых. Рядом с ними те, кто не нуждается в услугах управляющей компании, потому что живет в своем доме. Примерно каждое шестое из участников опроса все-таки поставил щедрую четверку. И треть записали свои управляющие компании в твердые троечники. Можно ли улучшить эти оценки? Как добиться, чтобы оплаченные услуги оказывались быстро, качественно и в полном объеме? Как правильно написать жалобу и куда ее направить? Тема программы «Где найти управу на управляющую компанию?» Гость в студии – заместитель начальника департамента строительства, транспорта и ЖКХ области, начальник управления ЖКХ Белгородской области Олеся Булгакова. Олеся Григорьевна, не могу не спросить у вас, вы сами живете в квартире или в доме? И если в квартире, то какую оценку вы бы поставили своей управляющей компании? Да, я живу в многоквартирном доме, и я вот посмотрела сюжет, думаю, что, наверное, своя управляющая компания поставила твердую четверку. Но все-таки я неравнодушный человек, и тем более отрасль такую возглавляю, поэтому я очень часто, когда еду на работу, с работы, захожу в лифт, нарисовано в лифте, я могу прозвонить не руководителю, а диспетчерскую, сделать заявку, что у меня в лифте нарисовано, и на следующий день я еду, меня уже убрали. То есть заявки выполняются... Ну, было бы странно, если бы был сапожник без сапог, да, но не всем так, к сожалению, повезло. Все, вот вопрос у нас на сайте появился от жильцов дома номер 3 по бульвару Юности, управляющая компания «Благострой-С». Всю весну и лето 2013 года мы письменно обращались в управляющую компанию с просьбой провести текущий ремонт отделки подъезда в текущий ремонт фасада от мозги и цоколя нашего дома. Ответа от управляющей компании мы не получили. Осенью 2013-го обратились с коллективной жалобой на бездействие управляющей компании в жилищную специю, в ваш департамент и в Роспотребнадзор. Смысл следующий. В жилищной инспекции был продлен срок для управляющей компании, чтобы выявленные нарушения ликвидировать. Но по-прежнему до 20 апреля 2014 года был поставлен этот срок. Но вот сегодня, 25 апреля, пишет нам Полина, из всего списка нарушений только вставлены двери на первом этаже и положена труба под одним сливом воды. Вопрос. О каком доверии к программе капитального ремонта может идти речь, если мы не получаем текущий ремонт, за который платим уже долгие годы, и никакие обещания в контролирующие органы не помогают? Обращения в контролирующие органы не помогают. У правой на управляющей компании действительно нет? Нет, но я хочу сказать Полине, что все предписания, которые выдает жилищная инспекция, я так поняла, что там было предписание, и это предписание было продлено до 20 апреля, срок устранения этого предписания. Сегодня 25-е. Все предписания, которые не исполнены, они находятся на контроле жилищной инспекции. И если вдруг жилищная инспекция выходит повторно, всегда смотрит, исполнено, не исполнено, если не исполнено, жилищная инспекция направляет материалы в суд и штрафует управляющую компанию. То есть просто не пришло время еще, чтобы жилищная инспекция ввела какие-то санкции? Я думаю, что, скорее всего, жилищная инспекция уже санкции ввела, просто Полина о них не знает. Я думаю, что предписание как-то уже дальше отработано. Все-таки сегодня 25-е число, обычно жилищная инспекция не задерживает. Но если вдруг этого не сделано, куда может обратиться наш интернет-пользователь или наш телезритель? С вопросом, если, допустим, или с разъяснениями. У вас есть какие-то телефоны, куда можно обратиться, или может быть, это информация? У нас работает сайт управления жилищно-коммунального хозяйства. У нас есть горячая линия, телефон доверия в управлении. Мы ежедневно работаем. То есть можно по этому телефону позвонить, и там дадут информацию о том, как развивается дальше это дело? Конечно. Есть телефон жилищной инспекции. Если Полина настолько углубленно знает, что 20-го было предписание, значит, она знает, какой-то жилищный инспектор рассматривал. Она может ему напрямую позвонить. То есть будем надеяться, что этот вопрос, в принципе, будет в ближайшее время решен. У нас есть уже первый звонок. Давайте послушаем телезрителя. Задавайте свой вопрос, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня и соседи вообще масса претензий к управляющей компании. Я в интернете посмотрел, на кого жаловаться и что делать. И вот наткнулся на интересную статью, что, жалуясь на управляющую компанию, жильцы грабят фактически самих себя. Потому что все штрафы, которые им выписываются, это, получается, управляющая компания платит наших денег. Какой-то замкнутый круг получается. Ну, вы можете как-то разъяснить? Спасибо. Это действительно так? Ну, я не знаю, так или не так. Я думаю, что не так все-таки. Потому что сама по себе выбор способа управления в форме управляющей компании. Мы понимаем, что управляющая компания – это коммерческая организация, цель которой является лечением прибыли. Следовательно, там есть дополнительные доходы за оказание других видов услуг, платных услуг в том числе. И поэтому, если управляющая компания, я сомневаюсь, что из этих средств управляющая компания платит штраф. Вы понимаете, это уголовное дело. Потому что мы сегодня заплатили, у нас есть калькуляция затрат нашего тарифа, который у нас в каждом доме разный. И мы знаем перечень работ, которые должна управляющая компания выполнить. А управляющая компания просто взяла эти деньги, направила на штраф. Ну, это же, вы можете прекрасно понимать, это уголовное дело. Поэтому я думаю, что это вряд ли. У нас есть вопрос на сайте, касаемый как раз платных услуг, которые оказывают управляющие компании. В нашем доме, пишет Татьяна Шепель, как, впрочем, и в других многоквартирных домах, интернет-компании «Пазлы», «Комтел» и другие пробивают наши стены, устанавливаются в оборудование на крышах, пользуются нашими стенами счетовыми. Но как собственникам помещений нам никто не платит за использование нашего имущества. Где можно узнать, как должно быть и как, сколько должны платить эти компании собственникам этого дома за пользование нашим имуществом. Где это все можно узнать? Это дом 23-3-го интернационала. Татьяна может обратиться в управляющую компанию, которая обязана дать пояснение, кто в этом доме. Потому что мы же понимаем, что чтобы разместить какое-то оборудование, это все техэтаж, который сегодня закрыт под ключ. И ключ находится у управляющей компании. И либо это согласие собственников происходит, управляющая компания дает доступ, либо, может быть, это ранее, до вступления в силу жилищного кодекса, договор аренды, может быть, там часть собственности. То есть в любом случае Татьяне необходимо обратиться в управляющую компанию для того, чтобы узнать, на каком основании кто-то размещает там оборудование. И там тарифы можно узнать? Конечно, это обязательно. Конечно, любой доход, который управляющая компания получает от этого дома, она тоже должна показывать. Не только расходы свои по статье содержания жилья, но и доходы, которые она получает от этого дома. Будет то размещение рекламы или антенна. А были вообще случаи в этом плане нарушений? Пресекали вы везде? Конечно, были. И мы с жилищной инспекцией работали, и с органами прокуратуры мы работали. Конечно, пресекали. Мне нравится то, что у нас есть много вопросов конкретных. От жильцов дома, допустим, по улице Нагорная 2 в Белгороде. У нас в четвертом подъезде был выполнен текущий ремонт. Управляющая компания ЖЭО Белгородстрой плюс окрасила стены в ярко-красно-оранжевый цвет. Еще покрасили нам лифт. Но это и все. Больше ничего сделано не было. Плафоны разбиты, выключатели поломаны. Есть ли перечень работ, которые должны быть произведены в ходе текущего ремонта подъезда в жилом доме? Неужели это и весь список? И еще мы хотели выяснить ситуацию с освещением нашего двора. Несколько лет назад мы уже пытались решить вопрос по свету. Из-за безвыходности ситуации даже приглашали мир Белогория. Свет во дворе нам сделали. Но через месяц ситуация повторилась. Только наступает вечер, у нас во дворе тьма кромешная. Скажите, для того, чтобы решить ситуацию, нам снова ТВ приглашать? Ну, давайте на две части вопрос поделим. Я сразу, наверное, со второй начну. Насколько мне известно, в данный момент там свет уже горит. Это вы увидели вопрос на сайте? Да, я когда с Юлилифки ехала, я честно скажу, я, конечно, мониторила, какие в основном вопросы будут поступать. Вот, и сегодня бригада электриков там работала, и мне сказали, что свет там есть, освещение. Если вдруг освещения нет, жители города Белгорода всегда могут позвонить в приемный департамент городского хозяйства города Белгорода и пожаловаться. Если не получается, опять же повторюсь, управление ЖКХ областное всегда открыто. И я думаю, что мы оперативно будем отрабатывать любые... А я знаю, у вас сейчас что-то появилось, какие-то новые технологии в Твиттере, вы что-то... Да, мы сейчас делаем новый проект, значит, ну, то, что мы сайт запустили, запустили совсем недавно сайт, мы там максимально... Жители пишут нам на сайт, прикладывают фотографии, если вдруг что-то есть, то есть вот таким образом мы тоже стараемся отрабатывать. Но сейчас мы запустили в Твиттере, Твиттер-аккаунт тоже создали, и жители области также могут через Твиттер сразу же выкладывать фотографии. То есть это своего рода черный список, только конкретно к вам? Да, конкретно к нам, конечно. По первой части вопроса, вот по текущему ремонту, сколько, какой объем работ должен был сделан для того, чтобы счета, галочку можно было поставить, что текущий ремонт сделан? Знаете, вот на это конкретно ответить я не смогу, потому что мы понимаем, что тариф на каждый дом разный. И какой объем работ будет выполнен, этот тариф утверждается, прописывается в договоре управления, и прописывается перечень работ, которые будут на этот тариф выполняться. Есть 290-е постановление правительства Российской Федерации, там прописан минимальный набор работ, минимальный, то есть при котором... То есть лифт и стены, это минимальный? Ну нет, конечно, там просто все зависит от дома, правильно? Ну если там, к примеру, уже что-то было сделано, может быть, да, то смысл там еще раз переделывать что-то. Ну вот жалуются, значит, мы все сделали то, что... Ну и обязательно, тоже, пожалуйста, возьмите под контроль на Гурное-2, Белгород. Все обращения, которые сегодня поступили на сайт, я обещаю, они будут отработаны, если там есть контактные данные, мы будем отвечать официально. Давайте ответим на вопрос телезрителя, у нас уже... да, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Уже ни одного телефона. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в новостройке, и в прошлом году добросовестно вносил плату за содержание жилья. Ну, в доме знаю, что такая ситуация, что большинство моих соседей платить отказываются, там, по различным предлогам, но, в общем, не платят. Смотря на своих соседей, я тоже решил не платить. У меня вот такой вопрос, какие последствия со стороны управляющей компании, для меня вот негативные, могут последовать? Спасибо. Возыскание в судебном порядке, причем не только для всех неплательщиков. Управляющая компания может взыскивать через суд задолженность. Вопрос от Елены Ивановны. На прошлой неделе все жильцы дома по улице Октябрьская, 11, получили так называемое досудебное предупреждение, где сказано, что если оплаты за капремонт не будет в апреле, то управляющая компания подаст на неплательщиков в суд. Бумага это без посписи, без печати, без реквизитов от правителя. Людей, простите, за идиотов держат. Почему такое неуважение? И даже непонятно, кому эти вопросы задать. Может быть, вы объясните? Я так думаю, что управляющие организации всем раскинули досудебное напоминание с контактными телефонами. Ну нет, пишут, вот нет ничего. Ни подписи, ни печати, и реквизитов от правителя нет. Ну, такого быть не может. Такого быть не может. Такого быть не может. Елена Ивановна даже подписалась юристом, наверняка. Может быть, кто-то там, не знаю, подпись не поставлена, но там контакты все всегда даются, куда обращаться. Насколько я видела, вот по обращению, которые к нам поступают, и прикладывают копии документов, да, вот там тепловые компании. В этих копиях всегда стоят контактные телефоны, куда можно обратиться, чтобы узнать более подробную информацию. Ну, опять же, Елена Ивановна, мы не можем посоветовать, если такой факт имел место быть, обратиться к вам в управление, да, и пожаловаться уже напрямую. Еще у нас есть звонок зрителя. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, у меня вот всякие вопросы задают, а у меня такой довольно странный вопрос. Я вот в многоквартирном доме живу, и у нас вот такое подозрение, что директор нашей компании, он как-то, ну, не совсем честный человек. И, ну, в общем, вопрос в следующем, что негатив весь в этой компании именно от одного человека, а именно от директора. У меня вопрос вот возникает, нужно ли поменять не управляющую компанию, а просто руководителя этого управляющей компании? Спасибо. Спасибо. То есть должность, я так понимаю, директора управляющей компании, она выбранная, или вообще как кто назначает? Ну, это же, это же частная компания. Это же частная компания. Частная компания. То есть... Конечно. Мы же не приходим в магазин и не говорим, что давайте поменяем директора магазина. Правильно? А может товарища собственников жилья отказаться от... Вот нет, это разные вещи. Вот я так поняла, что сейчас молодой человек, который звонил, он как раз спрашивал управляющую компанию. Управляющую компанию, да. Конечно. Это частная, это ООО. А что касаемо товарища собственника? Конечно. Если не устраивает даже управляющая компания, никто не мешает поменять эту управляющую компанию. А как этот механизм, вот чтобы заработал? Провести общее собрание. Провести общее собрание? Необходимо собраться, провести общее собрание и направить управляющие компании, которые в данный момент обслуживают жилой дом, направить протокол общего собрания и попросить передать всю необходимую документацию. По поводу, какая документация, есть соответствующие письма Министерства регионального развития, все подробно расписано в течение месяца. Управляющая компания обязана передать всю документацию на дом, обязана передать все ведомости, начисления, средства, которые по данному дому остались. И все. Что касается ТСЖ, вот там проще, понимаете, ТСЖ это все-таки мы с вами собственники, и из нас самих же в этом доме мы выбрали председателя. Поэтому здесь без проблем проводится общее собрание и избирается новый председатель. Все, ну я думаю, теперь понятно, и наш телезритель может быть уверен, что либо надо менять полностью компанию, а отдельно директора менять невозможно. Я проживаю по проспекту Славы 84. В доме имеется подвал, который управляющая компания 7 использует по собственному усмотрению, в том числе сдает помещение в подвале в аренду. Не на одно мое обращение по поводу разъяснения, на каком основании общее имущество дома используется третьими лицами, какого размер получаемой арендной платы, кто вообще занимает площади. Управляющая компания ответа не дала. Ну, давайте сократим. Да, вопрос в следующем. Значит, подскажите, пожалуйста, в какую контролирующую организацию мне обратиться, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Для того, чтобы выяснить, в чьей собственности находится помещение, значит, необходимо обратиться либо в администрацию, которая скажет муниципально это собственность, или нет. Необходимо обратиться в регистрационную службу. Справка делается в течение трех дней и стоит, если не ошибаюсь, 100 рублей, по-моему. Вот. Если нет, то это входит в состав общего имущества дома. И тогда вправе жильцы требовать отчета полного от управляющей компании. Хорошо. Еще у нас есть вопрос. Пожалуйста, говорите. Да? Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Зарвался звонок. Хорошо. Тогда мы зададим вопрос с сайта. Насколько правомерно размещение рекламы в лифтовых кабинах без согласия собственников дома? Я не вижу пользы для жильцов, только появились лишние дырки от рекламных счетов. А мы за содержание и ремонт лифта регулярно платим. Прибыль проходит мимо лифтовой кабины. Необходимо обратиться в управляющую компанию с запросом. Управляющая компания обязана ответить. Если управляющая компания этого не делает, то необходимо обратиться в жилищную инспекцию. То есть, в принципе, все, что происходит в доме, это все к управляющей компании. А дальше следующая ступенька, это жилищная инспекция, если не нашли общий язык с управляющей компанией. Звонок таки у нас будет. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кушнарева Екатерина Трофимовна, председатель совета дома номер 17 по улице Губкина. Хочу задать вопрос. Имеется ли в городе Белгороде муниципальная компания по обслуживанию многоквартирных домов собственников жилья? И как можно перейти в нее? Хотим перейти в муниципальную компанию. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо за вопрос, Екатерина Трофимовна. Но, к сожалению, муниципальной компании нет. Поэтому и перейти тоже некуда. Если перейти, то провести общее собрание, либо создать ТСЖ, и потом нанять какую-то управляющую компанию, обслуживать. Либо самим себя обслуживать. Дмитрий Белгородский спрашивает у нас. Некоторые управляющие компании, в том числе управляющие компании Аспект, до сих пор коммунальную услугу освещения мест общего пользования не вывели из тарифа на содержание жилья. Дом номер 101 по Народному бульвару. Кто должен заставить их вывезти УДН из тарифа? Дело в том, что, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть. Начисляется ли по данному дому отдельной строчкой общедомовые нужды? Потому что, как правило, любые изменения в тарифе происходят на общем собрании. Вот в Белгороде, я так понимаю, что это в Белгороде, основная масса собраний будет проходить 1 июля. Тариф меняется один раз в год. То есть нужно либо поинтересоваться... Конечно, нужно посмотреть квитанцию. Либо это отдельная плата, отдельная строчка идет. И тогда, скорее всего, управляющая компания вывела оттуда. Либо это идет, общедомовые нужды, она стоит в квитанции, но начисление ноль. По общедомовым нуждам ведь очень много вопросов возникает. Может быть, люди не до конца информацию получают о том, как правильно должно рассчитываться. То есть управляющие компании ведут какую-то разъяснительную работу. Вы со своей стороны что-то делаете для того, чтобы люди были в курсе, для того, чтобы не было недопонимания. Ну, конечно. Это то, с чего мы с вами программу начали. Когда я на примере своего дома попыталась сказать, что любому дому, какой бы он ни был, нужен хозяин. Понимаете? И ведь 344-е постановление, которое вывело в отдельную строчку общедомовые нужды, оно-то по логике вещей правильное. Понимаете? Оно заставляет нас экономить прежде всего. Вот я смотрю, очень много обращений стало поступать, что вот плата за общий домовый нужд у кого-то 100 рублей там составляет, у кого-то там 150 рублей составляет. Но мы же должны понимать, что берется прибор учета, который на дом и рассчитывается на тех, у кого есть прибор учета индивидуальный, а на тех, у кого нету, те платят по нормативу. Но если у человека, у которого не стоит прибор учета, и он в квартире не зарегистрирован, следовательно, у него ноль будет начисления. Понимаете? И вот это все раскидывается, получается, на всех остальных. То есть мы, как добросовестные плательщики, должны с вами понимать, что если мы видим соседей, которые не зарегистрированы у нас рядом, но проживают там человек пять, мы прекрасно понимаем, что нам придется за них платить. То есть нужно своевременно сообщить тогда либо участковому, либо в налоговые органы о том, что в данной квартире проживают без регистрации. Очень часто бывает это несанкционированные подключения. Понимаете? Когда вот это отдельное подключение, то мы также, это все раскидывается на всех, и мы платим. Поэтому, конечно, вот с точки зрения логики, 354-е постановление, оно как раз заставляет нас экономить и присматриваться к своим соседям. Ну, скажем так, управляющие компании тоже часто нечисты на руку, и на общедомовые нужды тоже перекладывают вот все, что можно переложить на плечи собственников, да? И иногда бывает, что просто зашкаливают эти... Нет, управляющая компания здесь ни при чем. Здесь уже управляющая компания совсем ни при чем. Здесь есть энергоснабжающая организация, да, ресурсоснабжающая организация. Поэтому здесь выставляют платежи, они сидят на числении. Управляющая компания здесь совсем ни при чем. Управляющая компания только может помочь вовремя отсмотреть, я же говорю, соседей или воровство. Хорошо, у нас есть еще один звонок, пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем. Я слышал, что государство наконец-то решило взяться за проблему ЖКХ, навести порядок. И что теперь управляющие компании должны будут получать какие-то лицензии. А вот вопрос такой, появится ли у них какие-нибудь обязательства вместе с лицензией? И может быть у нас жильцов какие-нибудь гарантии? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Конечно. Человек подкованный. Спасибо вам огромное. Действительно, вопрос очень актуальный. И сейчас в Госдуме находится, ко второму чтению готовится законный проект о лицензировании. Вот я как раз мониторила, когда ехала сюда на эфир, я мониторила вопросы на сайте. Там как раз один из вопросов был, что девушка говорит, что она не может поменять управляющую компанию. Что вот и туда обращалась, и туда. Это как раз вот сегодня задавали вопрос к муниципальным компаниям, будут, не будут. Так вот, что поможет лицензирование? Лицензирование поможет, во-первых, полностью аттестовывать, должен быть аттестован персонал управляющей компании. И при получении лицензирования будет спрашиваться органы местного самоуправления, руководители управляющих компаний, которые, ну, по крайней мере, я сейчас говорю по тому законопроекту, может быть, там какие-то изменения, что он еще не принят. Да, это законопроект. Если руководитель управляющей компании оштрафован, привлекался хоть раз к административной ответственности, то ему лицензию просто не дадут. А какие-то ограниченные сроки, когда должно быть начато это лицензирование, когда закончено? Значит, с 1 мая 2015 года это должно вообще уже быть везде запущено. Опять же, по законопроекту. До 1 сентября 2014 года должна быть проведена вся подготовительная работа и с управляющими компаниями в том числе, то есть на предмет их соответствия. Но это вот по тем срокам, которые в законопроекте. Законопроект очень обсуждаем, бурные дебаты он вызывает в том числе и в Государственной Думе, поэтому тот в том варианте, который он сейчас, я думаю, что он будет существенно изменен. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда ведется закон о лицензировании, то у нас все управляющие компании хоть раз были оштрафованы. У нас просто некому будет обслуживать. Поэтому, конечно, вот может быть какой-то переходный период. Может быть, на рынок придут новые, которые будут действительно хорошо, честно работать. Может быть, и придут. Но мы для этого и говорим, что необходимо какой-то переходный период предусмотреть для того, чтобы все-таки начать работать уже в новых условиях. Давайте еще послушаем телезрителя, потому что время нашего эфира подходит к концу. Говорите, пожалуйста, если можно, коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть знакомые, которые утверждают, что в их доме нет управляющей компании. Что все решают сами жильцы, собирают деньги, сами их тратят на что считают нужным. Держат в порядке подъезды, дворы. То есть, получается, оплачивают они только те квитанции, которые присылают расчет на кассовый центр. И больше никому ничего не должны. Вот хочется спросить. Это единственный случай в Белгороде. Если такое возможно, то что нужно для этого сделать жильцам дома? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, да. Мы уже отвечали частично на этот вопрос. Это называется непосредственный способ управления. И для этого вам необходимо провести общее собрание и принять выбор способа управления, непосредственное управление. Чем он отличается? Тем, что жильцы напрямую заключают со всеми ресурсоснабжающими организациями, заключают прямые договоры и по ним оплачивают. Но мы прекрасно понимаем, что даже если будет непосредственный способ управления, то дом без ремонта обходиться не может. Поэтому точно так же, как и с ресурсоснабжающими, на коммунальный ресурс заключаются отдельные договоры, точно так же должны заключить напрямую с какой-то управляющей компанией или любой организации, где есть в штате слесаря, или кто будет необходим, минимальный набор работ проводить на этом доме. Такие домов по области у нас 2%, это 97 домов. Удачный опыт, скажите, нам надо финалить. По-разному. Надеемся, что все этапы пройдут и все к лучшему сложится. Мы с вами увидимся уже теперь после майских праздников. Спасибо, что были у нас. С вами была программа «Знающие люди». Увидимся после праздников, после 9 мая в программе «Знающие люди». Продолжение следует...